9 августа, друзья, мы возле фонтана у нашего родного, 9 часов 8 минут. Фонтан, сейчас скажи всем привет. Сейчас пройдем, посмотрим, людей очень много, очень много европейцев. Пройдем туда, через улицу Барал, по улице соседней, которая с лампами, с тыквами, там где котя наши с человеческими глазами, выйдем чуть-чуть на набережную, пройдем. Ну, в общем, смотрим, как много людей. Днем я сейчас не снимаю, я днем никуда не хожу, я три дня уже на море даже. Я помню, жарко, я сплю, я просыпаюсь уже вечером. Ну, хотя жара сейчас не самая, как бы, была намного жарче, но все равно сейчас, ну, вот еще два часа назад еще было 42 по ощущениям, когда за 40, это, ну, это, это очень тяжело. Поэтому не хочется никуда идти, даже, честно, на море даже не хочется идти или ехать. Сейчас хорошо, кстати, сейчас по ощущениям градусов. Ну, вот когда ветерочек свежий такой, вообще, такое ощущение, что не больше 30-очки. Ну, а вообще где-то 32, думаю, есть сейчас. Они по-разному будут ощущаться, потому что-то будет ветерочек, то не будет. Что, будут кафешки, рестораны, там магазины, где будет чуть жарче. Вот эвакуатор полицейский, ведь он собирает, транспорт собирает. Только раз сказал про легенький ветерочек, и тут он уже закончился, сюда входишь на эту улицу. Он не ощущается. И, в принципе, вот в это время начинаю здесь именно толпы ходить, ну, то есть имеется в виду после ужина, именно, максимальное количество людей по центру ходит после ужина, именно. Еще раз-то спрашивал, золотую корону, может, прошлое видео не услышали, вот там от раньше точно было. 100% не могу вам гарантировать, но была всегда-то. Русскоязычных людей, опять же, здесь я пока не вижу и не слышу. Европейцы здесь ходят. Европейцы, там турки дальше будут больше. Фонтан, это место, место встречи просто, смотрите, он весь усиженный, засиженный, насиженный. По магазинам, по этим везде людей полно. Наша котюля лежит. У нее всегда стоит здесь корм, но, наверное, он чуть хуже моего, потому что от моего она обычно не отказывается. Вон там рядышком стоит и вода, и корм всегда. Потому что не проблема, она здесь не голодает, но просто, ну, из уважения, если она любит меня, но и любит немножко мой корм, наверное, тоже. Наша красавица, привет. Привет, друзья твои, привет. Она тоже любит смотреть на людей, она их считает, наверное. Ты считаешь людей или нет? Ой, ой, у тебя голос есть даже, ничего себе. Она даже голос подала. Что, моя, ты голодная-то? Моя красавица. Я-то рассказываю, что ты не голодная. Нет, давай, красиво. Да, хочет, куша. Корм они, конечно же, не весь едят. Вот писали, что там где-то у вас в городе, типа коты, далеко не весь корм. Друзья, они далеко не весь корм и здесь едят. Они едят корм премиум-класса, а тот корм, которым завалено Алане, они едят только уже, когда при смерти с голоду, и то не все. Все, приятного аппетита. Так, смотрите, Европа. Давайте немножко пройдемся по Европе, вклинимся в Европу, так сказать. Потом улицу Баров свернем. Ни одного русскоязычного человека здесь нет сейчас вокруг. Учтите, что вот то, что вы видите по улице, плюс еще слева и справа везде лавочки эти. И там тоже, смотрите, там в каждой по 20-30 человек, не меньше. Судей на самом деле очень много. Нет, это же только одна улица. А их сколько вот так идет еще. И на каждой из них будет вот такая толпа людей. Это опять же для тех, кто говорит, что в Алане пусто. Нет людей, нет туриста. Пусто. Нет, друзья, они пусто. Помните. Турецких, кстати, здесь почти нет сейчас людей. Тут именно Европа все. Семьи туристы зарубежные. Иду специально вот даже дальше, дольше, чтобы пройти. Больше в виде улицы Барова, то сейчас пустая. Там с 11 все начинается. В каждом реально магазине, в каждом. Мне кажется, они могли вполне в 10 начинать. Или даже в 9. Тем более, учитывая то, они многочисляют, все забывают. Работают они нескольки. Сработают они недолго. Всего несколько часов. Поэтому можно было реально стартовать раньше. Почему в 11, не знаю. Там он, Мишки или кто-то, видите, тоже я не был, не видел. Вот еще. Так, Бар Стрит, улица Бухательная, как я назвал. Пока только работники. Да, Мишек здесь развешали. На Пальму лезут. Я вам показывал позавчера или когда какая-то вот из этих кафешек, которая на первой линии. Она была полная. Баут это, по-моему. Она сейчас почти полная. Она процентов 80, она заполнена. Там дальше. Тут пустые стола, а там дальше нет пустых столов. Слева тоже много людей. Тут ценник, конечно. Сами понимаете, первая линия. Чтобы покушать с мясом, мы... Ну вот сегодня с ТО мы разговаривали. ТО вчера гулял с первоплатьем. Гулял с друзьями. Вот он сказал, что в принципе нормально, чтобы погулять с напитками. Сами понимаете, какими-то. На... Пардон. На одного. Около 100 долларов. Сейчас нужно. Ну, понятно, что можно поскромнее, как бы, но... Если хорошо поесть и хорошо попить, хорошо поесть. Прежде всего, это имеет в виду мясо, конечно. То около 100 долларов. Так. Давно я там не был. Нашу одноглазочку портовую не видел. Ладно. Тут я потом пройдусь без камеры. Сегодня. Потом вот туда буду идти, но уже снимать не буду. Смотрите, как много людей здесь. Здесь уже больше турецких внутреннего туризма тоже. Но по большей части все-таки больше половины всех, кого увидите, все равно это европейцы. Хотя турецкий внутренний туризм тоже процветает. Я очень много турков последние дни вижу с браслетами. То есть это 100% отельные приезжие из других. Ой, какой классный ветерочек. Ветерочек. Вау. Ой, хорошо. А, блин, забыл воды набрать. Хорошо, Шахасан сейчас забыл набрать. Хотим там воды. Ветерочек дует, становится хорошо. Рассказывай первым. Первое. О, наконец-то пандочку подстригли. Все. Все. Теперь легко дышится. Вы, че, мой красавчик. Тебя не узнать теперь. Привет. Привет, мой стриженый. Привет, мой красавчик. Обожаю, когда ты подстриженый. Красавчик, пандочка. Пандочка. Красивая. Ты позируешься, видишь, да? Позируешь, пандочка. Еще валюка, фоткаться с ним. Да, фоткаться можно с тобой, да, пандочка? Какой байк у Хасана. Гороба. Гороба, шкалданец. Водички, су, можно? Киди. Киди. Супер, супер. Наконец-то подстригли. А, Чика тоже подстригли. А, Чика, там нечего подстригать, наверное. Пандошу, Чика подстригает. Да ну-ка. Чика, а ты где? А, вон он. Ну, Чика тут, я думаю, что... Привет. Привет, красавчик. Ты меня лизнул? Ой, у меня там след будет за твоего носика на камере. Привет. Сейчас пропрем у вас, друзья. Боже, какой-то он привет передает. Аня, Артур. Натали, Серёжа. Это вам он привет передает, да? Он чувствует, что будете смотреть. Здравствуйте. О, так я вас, вас можно показывать, да? Да, да, меня. Спасибо вам большое еще раз. Гуляли на маяк, ходили? Ну, здесь я тут по ужину. А, сколько стоит ужин, скажите, пожалуйста, если помнить. Да, мы здесь вот этот... Вы на первой линии или чуть дальше где-то? Нет, чуть дальше в глубине. А, в глубине. А что ели? Донер куриный 130 литров. 130 литров. Шашлык куриный 270. Ну, там сама тюрьма, кстати. То есть не на первой линии, не там, где... Спасибо? Ну, да, да. Не там, где самая дорогая. Ягодки, пясик. Это... Казайного, да? Это у него кто-то куда-то уехал, а он его присматривает вместе с пандочкой, а под панью. Мне нравится. Чего не гуляю? Тебе лапки оставили такие красивые в этот раз вообще. Стричка бомба. Когда-то лысенький, ты такой прикольный, блин, вообще. Обалдеть просто. Стричку подстризу на их. Такой вот, Рома, который подстригли его. Даже такой, это, полосатый. Фуанточка. Это уже второй раз его за лето подстригли. Май, наверное, тебя средний, да? Быстро зарастает тоже. Фух. Людей много, вы видите, много со всех сторон. А, ну еще нормально. Спасибо. Хасан, на водичку пойдем. Пойдем, пойдем. Все, я еще буду здесь. Я еще млар. Фуанточка. А что такое печальное? Фуанточка. Что-то какое-то невеселое. Ладно, назад буду идти еще раз веселее. Идемте, найдем голос. Ой, Чика так играться хочет. Смотрите, сколько людей. Тут вот Турция пошла больше. Помолчу немножко, слушая Мазан. Да. 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 Турция. 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 Слива справа. Я уже обхожу людей. Ой, тут становится, друзья, душно, прям моментально. Там было нормально здесь. Кукурузники много, кукурузники, плюс на почти на каждой яхте тоже печки, кухни, готовки. Кукуруза очень много дает, потому что они тут жарят целый день. Они сидят там как на вулкане, в общем, каждый кукурузный. Отпишем голос. Натали, капитан появился вчера. Я ничего не спрашиваю. Смотрите, сколько людей. Все лавочки заняты, мы в пробку попали. Где наш голос? Где наш голос? Голос, голос. Где вчера вот за него сидела? а вот она супер карта на раба один наша не умел наша нету там а вон она вижу 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 есть а вот она наша красавица вот она вот а наша красивая голос голос привет я здесь привет кушать пойдем вот теперь кормят на своего формата Текстника на яркую сюда получил Вот, панночку увидели Пантажа увидели Человечие глаза увидели Голос увидели Ну, опять же, вот турецкие люди, которые сейчас тут гуляют Они не местные, они приезжие Местные гуляют только по выходным И то не массово Они больше гуляют днем Они вот так вот вечером-вечером по набережной гуляют, пока приезжие Гороба То жарко, то более-менее нормально Потом опять жарко Идем на обгон Сегодня опять мокрофутболки Вчера хоть выжимай Я домой пришел, где-то около 12-ти Сегодня будет то же самое А заметил одну вещь, но вчера вот думал-думал И я понял Когда идет максимум Когда потеешь дома Но я ем последние дни почти каждый день суджуки турецкие То с яичниц это еще чем-то И они, ну как они для меня как бы не острые Но я понимаю, что там много специй, острота есть И вот видимо от какой-то Либо от какого-то перца, который у них в составе Либо еще от чего-то Короче получается, что Вот я съедаю этот суджук И потому что у меня просто течет Как будто лейкой поливать сверху Ну понятно, что температура в комнате в это время тоже 32 примерно, не меньше И плюс вот эти суджуки Оно просто на такой эффект на пот Люди справа они никуда не денутся Я немножко попошел Честно, не хочется идти на Красную башню Поэтому я туда не пойду Ничего, за полой кафе довезти Окей Громко лавочки, все три заняты Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...